В прошедшее воскресенье, неделю мусопустную, именуемую также о Страшном суде, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Росонофию возглавил божественную литургию в Николаевском морском соборе города Кронштадта. Подробности в сюжете наших коллег из северной столицы. Кронштадтский морской собор святителя Николая Чудотворца был возведен по указу императора Николая II и освящен в 1913 году. Его строительство приурочили к 200-летию российского флота. В годы лихолетия собор ожидала тяжелая участь. Купола и кресты сняли, в здании открыли кинотеатр, а после войны – концертный зал. Былое великолепие собору вернули уже в 21 веке. И с 2013 года он стал главным храмом военно-морского флота России. Поэтому на богослужениях часто можно встретить военных моряков. Так было и в этот раз. За богослужением, которое возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии, молились военнослужащие 907-го объединенного учебного центра ВМФ. Во время проповеди владыка в Арсенофии поздравил всех с неделями сопустной о страшном суде и напомнил, как много вокруг нас тех, кто нуждается в нашей любви. Если вы будете любить друг друга, оказывать внимание друг другу, помогать, то вы окажетесь в числе овец по правой стороне. А если у вас ничего человеческого не останется, вы не будете замечать людей вокруг вас, конечно, вы встанете по левую сторону. А те, кто по левую сторону, слышали, пойдут в огонь вечный. И это очень страшно. По окончании богослужения владыка в Арсенофии с поздравлениями вручил настоятелю собора архимандриту Алексию Ганджину медаль «Патриаршая благодарность» за внимание к трудам по противодействию коронавирусной инфекции. Далее состоялось освящение колоколов возрождающегося Андреевского собора, того самого, где служил святой праведный Иоанн Кронштадтский. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...